Всех приветствую! Видео будет про докт-порудование для стрельбы при стрелке, для точной стрельбы и стрельбы там дальше, грубо говоря, 100 метров. Я думаю, что все, кто начал стрелять там дальше 50-100, там 150 метров, столкнулись с проблемой о том, что нужно ходить очень часто к мишени, смотреть попадания, высматривать, делать корректировки и так далее. Вот, если вы одни на площадке, то это делать вполне удобно, никто никому не мешает, в любой момент отстрелялись, встали, пошли, прогулялись, винтовка пока остывает, посмотрели, отметили, вернулись, там перевесили мишень, еще что-то сделали. Вот, а если вы на стрельбище, где несколько стрелков стреляют по линиям, соответственно, у вас уже начинаются конфликты, либо нужно в определенное время ходить к мишеням, либо там всех остальных отвлекать, мешать друг другу и так далее, как-то договариваться. Вот, мне вот это все дело надоело, тем более сейчас у нас нападало много снега, по снегу особо не находишься, там туда 300 метров, обратно 300 метров, ну вот, и уже это не до стрельбы. В общем, приобрел такое изделие, опять же, импортное изделие наших заокеанских недрузей, вот, несмотря ни на санкции, ни на что они продолжают поставлять нам вот это оборудование, с удовольствием его продают, чтобы мы могли пользоваться и с комфортом заниматься стрельбой. Итак, у нас комплект Longshot Marksman. Marksman это стартовый комплект, у него входит одна камера, вот, сигнал, который добивает примерно 300 ярдов, это чуть меньше 300 метров. На 300 метров еще не пробовал ее, пока потестировал там на 100-150 метров, отлично сигнал добивает, никаких помех, проблем, ничего нету. Разрешение камеры на этикетке у нас есть 2688 на 1512 пикселей, вот, это примерно 4, получается, мегапикселя. Вот, камеру нужно ставить от 2 до 8 метров от мишени, в зависимости от того, какое поле зрения вам нужно. Вот, камеру обязательно направлять надо, вот, как указано здесь на картинке, чтобы она задней частью смотрела на стрелка и, соответственно, на ваш девайс, который будет принимать сигнал передней частью на мишень. Желательно ставить слева-справа от мишени, чтобы не пристрелить саму камеру. Если мишень у вас расположена высоко, то можно, в принципе, и под мишенью, но лучше все-таки влево-право ее сместить. Вот, в комплекте есть штатив. Итак, здесь у нас что, на рекламной брошюрке, она же этикетка, но самое главное, что будет видно все попадания, не покидая место стрелка. То есть, самая главная задача этой камеры. То есть, нужно один раз сходить, повесить мишень, поставить камеру, включить ее, подключить к планшету или к телефону, и дальше камера будет передавать вам картинку мишени в реальном времени со всеми попаданиями. Еще и там, с бонусами всякими типами мигающих попаданий, отметки символов, попадания записи видео, фото мишени. Итак, вот наш комплект. В комплекте идет штатив, зарядное устройство и сама камера. Штатив ничего особенного, зарядное устройство от 220 вольт работает, перейдем сразу к камере. К камере идет в лакозащищенном корпусе. На нижней части у нас подключение питания, индикатор питания, кнопка включения и сам номер камеры. Вот так мы и включаем, она активируется, показывает уровень заряда аккумулятора. Вот здесь у нас резьба под штатив. Выключаем. Вот, камера имеет сменные аккумуляторы. Наверное, можно купить отдельный еще блок, чтобы был в комплекте. Вот, блок выглядит таким образом, состоит, как я понимаю, из 48650, да, вот 18650, по 2600 ампер-часов каждый. Вот, 14,8 вольт, а получается они подключены последовательно, а вольтаж у нас поднятый. Вот, 21-го года данный аккумулятор. Камера, естественно, закрывается таким же образом. Камера у нас на подвижной платформе, соответственно, устанавливая ее снизу, сбоку, там, справа, слева, нужно будет корректировать ее направление в сторону мишени. Как раз вот этот шарнир, он помогает нам направить ее куда нужно. Вот, здесь, как я понимаю, находится передатчик, который направленный сигнал дает в сторону принимающего устройства, смартфона или планшета. Камера устанавливается вот таким образом, либо на грунт, либо на штатив. Я пока пробовал, ставил ее прямо так, на снег, вот, все нормально работало. Так, камера добивает порядка 300 метров, то есть это нам облегчает работу в мишени, вот, не нужно покупать какие-то дорогостоящие трубы, штативы, к ним все это жестко устанавливать, возить, перевозить. Достаточно вот такой коробочки. Стоимость такого комплекта порядка 68 тысяч, если не ошибаюсь. Вот, весь комплект, и он решает задачи по просмотру в реальном времени состояния нашей мишени. То есть все попадания будут хорошо заметны, можно их отмечать, записывать и так далее. Вот, сейчас в зимнюю погоду вообще незаменимая штука, потому что ходить по метровым сугробам, натаптывать тропинку, которая крайне неудобна. Приехали в охотхозяйство, поставили мишень, поставили камеру, постреляли, пристрелялись, поменяли дистанцию, увеличили, перенесли камеру, вот, пристрелили несколько карабинов. Все это занимает гораздо меньше времени, чем с постоянными прогулками до мишени. То есть вот такой девайс. Я думаю, следующей покупкой будет дополнительная антенна к ней, чтобы увеличить дальность. Здесь у нас 300 метров, а так можно до 2 миль увеличить расстояние за счет принимающей антенны. Можно также увеличить количество камер, то есть можно купить вторую, третью камеру, установить их на разных рубежах и в айфоне переключаться между ними без необходимости, опять же, хотеть переставлять их на разные дистанции. Девайс удобный, независимый. Также я думаю, что в наших находчивых руках он найдет еще какое-то применение, там, как камера какого-то краткосрочного наблюдения, не знаю, там, заплавками, донками, еще чем-то, что может нуждаться в каком-то наблюдении на расстоянии. Рекомендую девайс, сделано качественно, уже проверено. Они производятся, по-моему, уже несколько лет. То есть технология отработана, проверено временем. Рекомендую обратить внимание для тех, кто искал способ облегчить себе наблюдение за мишенью. Все, спасибо за внимание.